Здравствуйте! Меня зовут Валентин Хохлов и я предлагаю вам очередной выпуск из цикла передач, посвященных истории Средних веков. В прошлый раз пообещал поговорить о герцогах и графах, о великих домах Средневековья. И давайте начнем с терминов. На самом деле вот те слова, которыми мы пользуемся, герцог, граф, это немецкие слова. Есть еще латинские dux и comes и надо посмотреть, между ними не всегда прямое соответствие. Ну вот начнем с последнего. То, что значит comes, я говорил в самом начале, это с латинского переводится как компаньон, это обозначало компаньонов, помощников, чиновников, императоров Римской империи, в том числе и гражданские, и военные чины были. А вот слово dux, оно переводится как лидер и применялось исключительно для обозначения военачальников очень высокого ранга. Ну вот по нашему там генерал, генерал-лейтенант, вот это вот dux. Но что интересно, что в римскую эпоху, вероятно, comes по рангу стоял выше, чем dux, потому что, вот по крайней мере, гизо приводит сведение, что 8 военачальников было вот comes и 25 dux. То есть из этого я делаю вывод, что вот иерархия была такая. Значит, если мы возьмем немецкое слово граф, то это, на мой взгляд, весьма хороший синоним слова comes, это тоже обозначало доверенное лицо короля, чиновника, представляющего его интересы в каком-то регионе, или же дворцовый граф, то есть это человек, который судил людей во дворце короля. А вот слово герцог имеет, ну, несколько другой смысл. Значит, смотрите, вообще оно переводится как военный вождь, тоже. Но оно обозначало именно вот высшего военного вождя племени, а иногда и просто вождя племени. То есть это был самый высокий ранг, и в этом есть отличие. Значит, вот в мировинскую эпоху мы встречаем слово герцог, вернее, мы встречаем слово dux в Галлии. И оно употребляется в римском качестве, но из этого можно, об этом можно сделать вывод, читая Григория Турского. Вот dux это всегда военачальник, если мы говорим о Галлии. И это не администратор. А вот в Германии оно употребляется в германском ворожении, ну, вот в несколько более позднюю эпоху, например, когда Карл Великий покорял Баваров, то у них был такой герцог Тастильон, который являлся именно вождем племени. Значит, Витекинда, вождя саксов, ну, я его называл королем, его иногда называют тоже герцогом. Но у королингов в 9 веке титула герцог фактически не было. Ну, это слово встречается, но как тоже военный вождь. А вот они перешли на систему марк-графов, которые стояли на ступеньку выше графов. Ну, и еще были миссии. Это представители, специальные полномоченные императора. Герцоги сохранились в своем германском смысле исконном, например, в непокоренной франками части Италии, то есть в Беневенто. Ну, и по инерции говорят о герцогах Спалета. А классические для уже средневековья понятия герцогов и графов появляются в период упадка королингов. То есть мы это видим со второй половины 9 века и весь 10 век образования вот именно герцогств и графств, которые типичны для высокого средневековья. И вот для того, чтобы понять тогда, что такое герцогство, чем это отличается от графства, давайте сначала посмотрим, а какие же тогда герцогства, собственно, образовались в тот период. Ну, в западно-французском королевстве. Это Гасконь, 872 год, приводит Гизо. Значит, и слово образовано от племени Восконов или же Басков. То есть это самый юго-завод Франции, южнее Бордо и до Пиренеев. И в то время герцогство было под управлением местной знати. Бургундия, образована в 887 году. Это самый северо-запад земель бургундов, потому что, я напомню, основная часть земель бургундов это королевство Арилат. А вот герцогство бургундское, оно было в западно-французском королевстве, впоследствии во Франции. Кстати, не стоит еще путать его с графством бургундским, но мы об этом поговорим. Значит, что еще у нас есть? Нормандия в 912 году образована для викингов, для Роллона и его дружины. И Британия. Ну вот с Британией, там понятно, что это племя бритов. А вот особенность такая, что на самом деле она никогда не была под властью франков. Ни при мировингах, ни при королингах, это всегда была независимая территория. Достаточно независимая. В летописях ее правители называют то графы, то герцоги. Или даже королями, как Аллена Кривая Борода. Но здесь не совсем уместно проводить эти аналогии. Почему? Римская провинция Арморика была заселена кельтами, бритами. В основном, когда они бежали из Англии, под натиском германских племен англов и франков. И есть у меня такое предположение, по-моему, достаточно логичное, что бриты, переправившись через Ла-Манш, перенесли свои обычаи на новую почву. А мы об этих обычаях знаем, потому что бриты также сохранились, ну то есть кельты вернее, сохранились в Уэльсе и в Ирландии. Мы знаем систему, которая там была, особенно в Ирландии. Там было несколько королей. Причем короли значили не то, что короли вот уже у франков в позднюю эпоху. Может быть это хорошо привести аналогию с ранними франками. Если помните, даже когда солические франки жили в небольшой области, у них было несколько королей. То есть там Хлодвиг был изначально не единственным королем. Но вот нечто подобное было и в Ирландии. Короли скорее соответствовали древнерусским князьям, таким племенным князьям. Еще там у полян, у древлян, у северян. И вот когда кто-то из таких королей в Ирландии становился сильным и объединял, ну возглавлял всех остальных, он назывался верховный король. Или по-английски high king. И вот это такой аналог термина великий князь. И на мой взгляд в Британии существовала, ну по логике должна была существовать подобная система. И франкам или голоримлянам было, наверное, сложно перевести, вот транслировать эту систему в привычные термины. Отсюда вот это, на мой взгляд, возникает чехарда. Со словами то граф, то герцог, то король. Ну, возможно, герцог действительно наиболее уместный, а тем более, что и сами бретонцы, ну как бы так, с натяжкой, но начали употреблять слово герцог где-то вот в 10 веке. Ну и также мало кто знает, что Британия никогда не была частью Франции. Впоследствии она сочеталась личной унией с королевством Франции в 1514 году. Что это значит? Это значит, что это было два разных государства под управлением одного монарха. То есть было государство, королевство Франция, было государство, герцогство Британь. И это существовало до Великой Французской революции. Потом, как бы, революционеры все это смели, и фактически Британь была аннексирована Францией. Бурбоны восстановили статус-кво, то есть опять два государства, и до 1848 года так и просуществовало. Ну а теперь, конечно, Британь в одностороннем порядке Франция включила в свой состав. Так, в Восточно-Францком королевстве мы встречаем термин, который я уже говорил, племенное герцогство, штамм с херцогтум. И это были саксония, франкония, швабия, бавария, соответственно, от племен саксов, франков, швабов, баваров. И отсюда можно сделать вывод. Все герцогства, о которых мы только что говорили, образованы названием их от того или иного племени. А учитывая, что оно и слово герцог обозначает вождя племени, можно сделать вывод достаточно очевидный, что герцогства образовывались на тех территориях, на которых жило какое-то племя. Ну, кто-то может сказать, есть же еще два герцогства, о которых я не упомянул, которые выпадают из этого ряда. Это Аквитания и Лотарингия. Но это то исключение, которое скорее подтверждает правило, потому что и Аквитания, и Лотарингия до того, как стать герцогствами, были королевствами. Ну, Аквитания это большая часть земель Вестготов, завоеванных Хлопигом в 507-508 годах. Королевством это было при Карлингах. Королем, например, Людовик Благочестивый до того, как стать императором. А потом его сын Пипин I и внук Пипин II. А вот когда Пипин II как бы не зверг, Карл Лысый, то Аквитанию понизил в статусе до герцогства. Хотя у Карла Лысого был там тоже сын, который был как королем Аквитании. Стоит об этом забывать. Но, тем не менее, Аквитанию понизили. Также понизили и Лотарингию, потому что это было королевство. Напомню, там Лотарь II им правил. Потом с помощью этой хитрой комбинации с признанием незаконнорожденными его детей королевство поделили дядя. В основном Людовик Немецкий захватил эти части. И, соответственно, понизил статус этих земель с королевства до герцогства. Потом их разделили, напомню, архиепископ Кёльна Бруно Великий на две части. Нижнюю и верхнюю Лотарингию, которыми управляли вице-герцоги. Но, с другой стороны, существовали достаточно большие графства. Например, Тулуза, Анжу, Фландрия, Шампань. Если посмотреть на карту, они примерно соответствуют по размеру, например, Бургундии, герцогству бургундскому. А вот Тулуза и превышает, и по ресурсам превышает, и по богатству. То есть, графство Тулуза было ничуть не меньше, чем герцогство бургундское. Почему же оно не стало герцогством? Ну, потому что, наверное, не было племени. Такого тулузцы или какой-то еще, которая жила на той территории. Ну, и нельзя тогда было сказать, что статус графа Тулузы был ниже, чем статус герцога бургундского на то время. Хотя, впоследствии, конечно, иерархия выстроится, где герцоги стояли гораздо выше графов. Потому что там между ними еще были маркизы, то есть маркографы. Но, все-таки, предположение о том, что герцогства, когда они образовывались в конце 9-го, в начале 10-го века, были достаточно четко связаны с племенной сущностью, а не просто территориальными образованиями были. Оно, мне кажется, достаточно хорошее подтверждение находит. В то время как просто территориальные единицы, они как были, так и остались графствами. Вот основные графства на территории Франции. Но если мы будем идти с северо-запада, это будет Мен, Анжу, Турблуа, между Парижем и Британией. А потом на юге мы видим огромное графство Тулуза. В него там, можно сказать, входили графство Каркасон, Карси, ну и потом Руэрк тоже. Значит, графство Барселонское на самом юге и рядом с ним графство Руссельон. И долгое время это были де-факто самостоятельные части, но юридически они входили в королевство Франции до 1258 года, до заключения договоров Карбейли, когда Барселона получила полную независимость от Франции. В графство, в герцогство, вернее, Бургундское входили несколько графств. Это Макон, Шалон, Атон, Невер, Оксер. Несколько графств входили и в герцогство Аквитания. Ну вот это, например, Потье, Оверн, Ангулем, Лемарш, Лебузен, Сентон, Шперегор. Значит, далее, что у нас есть, к востоку от Парижа Шампань, Санс-Жуани, Ветри, и, наверное, северо-восток Вермондуа, Валуа, Амьен, Вексен и Клермон-Анбовзи. Ну и на самом северо-востоке Фландрия. В королевстве Арилат было на самом юге большое графство Прованс. Севернее было графство Вьенское, которое разделено было на западную часть, которую стали называть Дуфине, и восточную, это Савойя. И на самом западе еще было графство Фаре, которое потом отошло к Франции. Ну а на самом севере королевства было графство Бургундское. Вот то, которое часть Бургундии, но не герцогство Бургундское. Оно к востоку от герцогства находилось. Что касается Лотарингии, то в Нижней Лотарингии наиболее важными графствами, их там было много, но вот наиболее такие принципиальные, это Генегау, по-французски Эно, дальше Линбург, Лувен, Брабанд, Голландия. Некоторые из них впоследствии стали герцогствами. Ну и там же были церковные территории, это Кёльн и Геш. А в Верхнелотарингии, или Герцогстве, Мозырском, как оно тогда называлось, изначально были графство Люксембург, Бар, Верден, Мэтс. Вот. Кто же правил всем этим разнообразием территорий? Ну, начнем с капитингов, Королевского дома Франции, которые до вашествия на престол Гуга Капита звались Робертинами. Их земли на карте показаны голубым, как можете заметить, очень незначительная часть, и вот по иронии судьбы, вот эти могущественные Робортины, графы Нейстрии, герцоги Франции, которые владели почти всем севером, от Британии там до Гармандоа, стали очень незначительными землевладельцами, и там им принадлежал небольшой домен от Парижа до Орлеана. Мы это сейчас называем Иль-де-Франс. Вот. Но, с другой стороны, дом капитингов, включая боковые ветви Валуа и Бурбонов, правил Франции до 1848 года. Существует эта династия и поныне. Более того, к дому Бурбонов, то есть к младшим капитингам, относятся правящий ныне король Испании Филипп VI и великий герцог Люксембурга Анри. Напомню еще об одном недостатке мировингов и королингов, ну вернее особенности, которая привела эти династии к упадку. Они делили свои королевства между сыновьями. Это старинные обучаи франков делить землю, недвижимость, скажем так, между сыновьями примерно поровну. И мировинки и королинки всего лишь следовали вот обычаю предков. Хотя на уже излете своих династий они поняли пагубность этой практики и мировинки, и вот королинги. Например, Людовик Заморский отдал все королевство западное лотарю, а младший сын Карл не получил ничего, был вынужден бежать к Аттону, который дал ему нижнюю лотарингию. То есть мы видим, что уже они отошли от принципов деления королевства, но это уже династии не спасло, было уже поздно. А вот тот же Аттон, та же саксонская династия, так не поступали. Возможно, у саксов были иные обычаи, но Генрих Птицелов не разделил восточное королевство между сыновьями. Все получил Аттон I. А мы знаем, что у Аттона были младшие братья. Был тот же Бруно-архиепископ Кёльна впоследствии, был Генрих, которому впоследствии дал Аттон герцогства Бавария. Но королевство оставалось только у старшего сына. Капитинги также использовали эту практику, они не делили королевство. Но взамен они изобрели систему Апанажей. Апанаж это земли, которые давались младшим сыновьям короля, которые не наследовали трон. И это были феоды с определенными такими обременениями. Они не могли быть проданы, не могли быть даны в преданное. Вообще они наследовались только по мужской линии. А при угасании мужской линии возвращались к короне. И вот наиболее значительным Апанажем было герцогство Бургундское. Еще до вошедствия на престол Вуккапита, герцогами последовательно были его младшие братья Атон и Эдгенрих. Последнему из них наследовал пасынок Отто Вильгельм. А мы о нем уже говорили. Это внук короля Италии Берингария II. Но Капитинги уже там через два года герцогства у него захватили. Та часть, которая была в пределах Франции, это стало Апанажем Капитингов. То есть король Роберт II, сын Губы Капита, отдал младшему своему сыну Роберту, от которого пошел первый Капитинский дом герцогов Бургундских. Ну и он правил там до 1361 года. Отто Вильгельм и его потомки правили в графстве Бургундском, которое входило в королевство Арилата, впоследствии в Священную Римскую империю. Вторым Апанажем Капитингов было небольшое графство Дрёв. Людовик VI дал его своему младшему сыну Роберту. И в 1355 году Апанаж вернулся к короне, но род графов Дрёва младшей в ветви остался. Почему? Потому что с 1213 года вот этот младший представитель дома Дрёв женился на наследнице герцогства Британии. С тех пор домом Британии управлял фактически дом Дрёв. Крафство Клирмон Ан-Баузи, знакомое нам по кутюмам, также было Апанажем, который король Филипп Август дал своему сыну Филиппу Юрпелю. Так, дальше Апанажи в основном делались и создавались из земель, которых корона или захватывала, или получала из бывших феодов. Ну и вот это, например, такие графства, как Ордуа, Пуатье, Оверни, Мен, Валуа, Алансон, Перш, Бурбон, Ля Марш, Ангулем. Также Орлеан часто использовался как Апанаж. Встречаем герцогов Орлеанских, впоследствии вот это Апанажное владение. Интересно, еще одна линия капитингов, графы Дёкуртене. Это редкий случай капитингов, которые не владели Апанажами, это было не Апанажное владение. Вообще сам род Куртене более древний, он владел небольшим графством. Потом они, как говорят, поссорились с королем Людовиком VII, и мужская часть, там вот граф и его сын, перебрались в Англию. Где этот род существует и поныне, они только немножко переименовались из Куртене в Кортни. Вот, а вот женская часть, вернее там одна дама осталась во Франции, и Людовик VII выдал ее замуж за своего брата, младшего брата, естественно, Пьера. И вот от них пошел капитинговский дом Дёкуртене. Он играл определенную роль, мы с ним еще встретимся, и существовал до 1768 года. Далее, остальные дома Франции. Ну, в Нормандии правили потомки Ролла, или же Роллона, то есть викинги. Наиболее знаменитый потомок это Вильгельм Завоеватель, который в 1066 году покорил Англию. Но его династия не была долговечной, она пресеклась в 1135 году со смертью Генриха I. Ну, не вдаваясь в детали борьбы, скажу, что там был король Стефан из дома Блуа, о котором мы еще поговорим, но и его соперники, это потомки Матильды, и это Анжуйский дом Плантагенет. Вот, собственно, давайте про Анжу поговорим. Это очень важное графство на западе Франции. В начале 10 века его графом стал Фульк Рыжий. Его внук Жофруа был сторонником Гуга Капета, когда тот поддержал короля Лотаря против Оттона II, мы об этом упоминали ранее. Но вообще прямая линия потомков Фулька пресеклась в 1060 году, и графство перешло через сестру последнего представителя той ветви к графам Дю Гатине, которые в свою очередь были младшей ветвью дома Дю Пеш. И вот представитель этой младшей ветви Жофруа по прозвищу Плантагенет. Вот он от отца наследовал Анжу, от матери наследовал графство Мэн, то есть уже образовалась такая достаточно мощная структура. Он был женат на Матильде, от которой, ну, как бы получил благодаря этому браку герцогства Нормандска и корону Англии. И его сын Генрих Плантагенет основал династию, знаменитую династию, которая правила Англией до 1485 года. Оттуда, например, происходит король Ричард Львиное Сердце. А вот отец Жофруа, Фульк V Анжуйский, он отправился в крестовый поход. Вот там женился на дочери короля Иерусалима, и его потомки вот по той младшей линии правили Иерусалимом до 1206 года. Значит, второй знаменитый дом, вот такого центра Франции, это Блок. Начало ей положил Тибо Плут, современник Буга Капита и Жофруа Анжуйского. Он противостоял им, он был союзником королингов, то есть как королей, так и вот линии графов до Вермондуа. И с последними он породнился. Я напомню, что в Вермондуа тогда на северо-востоке Франции было тоже мощное образование, куда входило и Шампань. И вот благодаря родству, когда линия, часть линии Вермондуа как бы исчезла, то вот потомки Тибо, начиная с графа Эда II, получили владение в Шампане. И из-за конфликтов с Капитингами, с графами Анжуйскими, они потеряли тур, который им принадлежал к западу, зато приобрели земли в Шампане и постепенно перебрались. Основной центр тяжести был именно в Шампане. Значит, Тибо IV распространил власть на всю Шампань и начал две линии. Вот старший сын, Старший сын Анри получил титул графа Шампани, а младший Тибо графа Блуа и Клермо Нанбовези. И вот граф Шампани Тибо Трубадур унаследовал от своего дяди корону королевства Наварра на юг, к югу от Франции. Это было как бы север Испании. Последней представительницей его рода была Жанна, жена короля Франции Филиппа Красивого. А вот, собственно, сын их, Людовик X, французский, также стал королем Навары. И Франция с Наварой вошли в личную ум. Так, обретаем еще пару слов. Там до 1171 года это правило местное знать. Ну, более подробно можно почитать по ссылке в списке материалов. Не буду останавливаться на Британии, очень много. Значит, в 1171 году Генрих Плантагенет вынудил последнего герцога вот этого местного Конана Черного отречься в пользу дочери Констанции. А дочь Констанцию выдал за своего сына Жофроа. Их вот сын Артур стал герцогом. Но вот юного Артура, который кроме Британии унаследовал Анжу, судя по всему, убили по приказанию короля Англии Иоанна Безземельного. Того самого, при котором магнокарта была принята. Вот. Он удерживал и наследницу Британии, сестру Артура Элеонору, в плену до самой смерти ее. Ну, а король Филипп Август, французский, использовался этим как поводом для того, чтобы вмешаться. И еще одну сестру Артура, Эликс, выдал за вот как раз Пьера Дудрё, то есть, за представителя младшей ветви Капетингов. Собственно, их дети и наследовали Британь. А графство Анжу Филипп Август присоединил к французской короле, поэтому оно там стало таким апонажем. А вот Дудрё отправил в Британии до 1514 года, когда последняя представительница герцогиня Анна вышла замуж последовательно за французского короля Карла VIII, а затем за Людовика XII, и вот так образовалась личная уния с Францией. Теперь давайте перейдём к югу Франции. Ну вот первый такой великий дом это Рамнульфиды графы Фуатье. Вообще Рамнульф I помогал ещё Карлу Лысому в борьбе против короля Аквитании Пина II и в 852 году был назначен герцогом Аквитании, дальше его герцог соноследовал сын Рамнуль II, внук Эбль. Эбль, напомню, воспитывался вместе с будущим королём Карлом простоватым, поддерживал его, из-за чего король Эд хотел отобрать у него графство Пуатье, но Эбль отбился, ему помог граф Аверни Вильгельм Благочестивый, который, однако, отобрал у него власть в герцогстве Аквитанском. И вот после определённого этапа борьбы, довольно продолжительного, всё-таки герцогство вернулось к Рамнульфидам при сыне Эбля, Вильгельме III, в 962 году. Дети Вильгельма V, благодаря его женитьбе на сестре последнего герцога Гасконни объединили Аквитань и Гасконни, стали самыми могущественными феодалами Юга Франции. А последней представительницей дома была Элеонора Аквитанска, дочь Вильгельма X, её первым мужем был король Франции Людовик VII, а вторым Генрих Плантагенет, который вошёл на престол Англии и соответственно Аквитанию далее наследовали их дети, короли Англии. А вообще Генрих Плантагенет какие земли он собрал от отца это были Анжу и Мэн, от матери это Нормандия и Англия естественно, значит потом сын его Жоффруа это Британь и благодаря Элеоноре Аквитанской это Пуатье и вообще вся Аквитания и Гасконн. И вот эта вся всё огромное количество земель то есть Англия и весь запад Франции назывались Анжуйской империей это было самое большое объединение в Европе и пожалуй Генрих был самым могущественным королём тогдашней Европы на карте земли Анжуйской империи показаны разными оттенками красного и вот можно сравнить очень легко с голубыми землями доменом королей Кобетингов значит второй дом тоже в Аквитании который был это дом графов Авэрки его начальник Бернард был графом Саптимании Каркасона Барселона ещё при Людовике Благочестивом то есть это самый юг Франции точнее Франкского королевства на то время он был казнён Карлом Лысым потому что не помог ему в борьбе против Пепина второго а сын Бернарда его тоже звали Бернард прозвище Плант Велю он наследовал графство Оверны но потом он получал в разные периоды графство Абакон Лимузен Тулуз Руэрк то есть он был очень могущественным феоталом наверное самым могущественным на юге Франции а его сын Вильгельм Благочестивый вот тот который основал аббатство в Клюни он захватил власть в герцогстве Аквитанском помогая Эблю оказал помощь но герцогство прибрал к рукам и дальше там правили его племянники Вильгельм Молодой и Акфред но на этом род прервался а за Аквитанию стали бороться тот же Эбль и графы Тулузы графством Тулуза наиболее такое долгое время на высоком средневековье владел дом Руэрг из графа Руэрг он правил с 844 по 1271 годы основателями стали два брата граф Руэрга Фределон и Раймунд окончательно в Тулузе утвердился в 886 году после смерти Бернарда Плантвелю потом в 932 и 955 году два его представителя были герцогами Аквитании это как раз после смерти племянников Вильгельма Благочестивого Руэрг захватил дом Руэрг захватил герцог Аквитанию но потом Вильгельм III вернул его к Рамну и Фидам а вот дом Руэрг господствовал на юге в графстве Тулуза его господство было подорвано Альбегойскими войнами можно так сказать то есть вскоре после их завершения последняя представительница рода графиня Тулуза Жанна была вынуждена выйти замуж за Альфонса брата короля Франции Людовика IX их брат был бездетным и после этого графство Тулуза отошло к короне Франции и на самом юге страны было графство Барселона в 878 году Людовик Зейка назначил там графом Вифреда Волосатого вероятно по происхождению это был бездгод и с тех пор потомки этого Вифреда правили там де-факто как независимые правители до 1410 года при этом с 1113 года они благодаря наследству стали графами в Провансе с 1137 года сочетая с браком с королевским домом Арагона они вскоре вошли в личную унию и стали были они графами Барселоны но дом был уже королевским а потом обрели независимость от королей Франции но правда в 1410 году этот род прервался и в Арагоне так же как на тот момент в Кастиле и Леоне начали править следующие наши герои довольно неожиданный поворот сейчас будет мы переместимся в королевство Алилат но речь пойдет не об их королях королями там был род вельфов нас интересует сейчас еврейская династия или же Анскариды этот род происходил из Трансюранской Бургундии назван имени Анскария который помогал Гвида из Спалета в борьбе за трон Италии и в благодатность получил марку еврея это земля между Италией и Бургундией внук Анскария Берингарий второй был королем Италии потом его Атон первый как бы не изложил вытеснил потомков из Италии обратно в Бургундию где они там закрепились то есть внук Берингария второго Отто Вильгельм наследовал все герцогство Бургундское но потом как бы часть которая вошла в королевство Франция у него забрали капитинги а потомки Отто Вильгельма закрепились в графстве Бургундском И там они правили достаточно долго но один из младших сыновей этого дома отправился в королевство Леона Кастилья где женился на сестре короля Орраке А вот сын их Альфонс VII потом он наследовал это королевство и получается что Леоном и Кастильи стал править вот эта еврейская династия из этого дома впоследствии выделилась побочная ветвь Трастамара которая в конце концов оказалась на престолах как Кастильи Леона так и Арагона и затем правила всей Испанией до 1555 года но в Арилате были более могущественные также феодалы это в первую очередь графы Прованса по женской линии они происходят от Констанции скорее всего это дочь Карла Константина сына короля цис-юранской бургунтии и императора Людорика Слепова по мужской линии от Бозона Арльского и вероятно это потомок возможно внук другого Бозона младшего брата короля Италии Гогоарльского и вот эта линия правила в Провансе до 1130 года хотя еще на 5 лет раньше уже Прованс был разделен на маркграфство которое отошло к графам Тулузы и собственно графство вот это вот графство унаследовали графы Барселоны которые собственно там и правили и в Арагоне и в Барселоне и в Прованс с тех пор значит графство Вьенское как я уже говорил разделилось на две части дофине там правили дофины вьенские они были смешалями королевства Арелат последних представителей продал дофине королю Франции Иоанну Второму с условием того что наследный принц Франции точнее сын короля который наследует престол будет носить титул дофин и это соблюдалось неукоснительно с тех пор вот то есть происхождение титула дофин отсюда а восточная часть это Савоя там правил одноименный дом сначала графский их земли были вокруг озера Женевского озера их потом швейцарская конфедерация с родовых земель вытеснила на юг но они к тому времени в результате брака с наследницей маркграфства Туринского также обладали Пьемонтом они закрепились в этой части дальше стали графами Генуи а с 1720 года этот род получил также Сардинию это позволило им стать королями после похода в Гарибальде в середине 19 века именно этот дом объединил по своей власти всю Италию стал королями Италии которые они правили до 1946 года ну а сам дом существует и по-моему значит из знатных домов Лотаринги выделим два первый дом Ранье длинная шея он и его сын Гизельберт напомню были герцогами всей Лотаринги правнуки Ранье при поддержке короля Лотаря хотели вернуть себе это герцогство после смерти Атона I это не удалось но они сохранили два графства за собой вот Ранье VI был графом Генегау или же Эно а его младший брат Ламберт графом Лувена именно вот от Ламберта пошел дом который с 1183 года получил достоинство герцогов Брабанта присоединил соседнее герцогство Лимбург и это довольно большая часть нынешней Бельгии а ветвь этого дома сохранялась в Германии как Гессенский дом до 1968 года последняя императрица Россия Александра Федоровна вот из этого как раз второй дом Орденский или же дом Бегериха старший обет графу Бара получили в 959 году от Бруну верхней лотеринкой где стали править сначала как вице-герцоги потом как герцоги они правили там до 1033 года а младшие графы Бердена получили нижнюю лотерингию после того как там закончилась Каролинская династия со смертью Атонов в 1012 году на какое-то время обе лотеринги объединились в руках вот именно этого Арденского дома но ветвь пресеклась в это ветвь пресеклась в 1076 году со смертью Генриха ой простите Готфрида Горбатова а ему наследовал в Нижней лотеринге знаменитый Готфрид Бульонский вождь первого крестового похода который был избран первым правителем Иерусалима а его младший брат стал первым королем после смерти вот ну и наконец была еще третья ветвь в Артенском доме это графы Люксембурга они пресеклись в 1136 что касается верхней лотеринги то она перешла под управление графов Мэтса хотя этот дом называют Артен Мэтс но как бы с Артенским домом он там был связан довольно слабо но вот эти графы Мэтса они правили в лотеринге их младшая ветвь до самой аннексии Франции потом благодаря Женибина Марии Терезии дом переместился в Австрию где стал называться Габсбургами лотерингскими правил там до 1918 года ну а сам дом существует и поныне их называют просто Габсбурге хотя конечно Габсбурге они только по женской линии а по мужской линии это лотерингский дом вот тех графов Мэтса что касается Люксембурга то оно отошло другому дому то есть знаменитый Люксембургский дом это не Артенский дом это другой дом это Лимбургский дом вот далее потомки этих Люксембургов он исследовали королевство Чехия были императорами долгое время и в частности вот столь популярный в Праге король император Карл IV это представитель Люксембургов этого дома рядом с нижней лотерингией было графство Фландрия род графов там начался с Балдуина Железной Руки это конец IX века его сын Балдуин II например не признал избрание короля Эда Балдуин V был регентом Франции одно время род прервался на Балдуине в 7 119 году однако через младшие ветви и по женским линиям Фландрия переходила к потомкам этого дома вплоть до того как герцог Бургундии Филипп Добрый унаследовал Фландрию также Прабанд Лимбург Генегао Люксембург Голландию Зеландию в общем весь нынешний Бенелюкс был под властью Бургундского дома который соединился с Гаусбургами благодаря браку и вот Карл Пятый объединил в общем-то многие земли Европы а затем его сыну Филиппу Второму достались Нидерланды ну а закончилось все войной за их независимость что мы узнаем из истории далее немецкие династии ну вот Швабия из нее вышло три могущественных рода Штауфаны герцоги Швабии с начала 12 века а затем императоры их род прервался с казнью Конрадинов 1268 году их соперники заклятые Вельф ну первый граф Вельф еще был современником Карла Великого далее представители этого семейства правили в трансюанской бургунде королевстве Арилат до 1032 года но это был старший дом Вельфов мы будем говорить дальше о младшем доме с которым старшие Вельфы связаны лишь по женской линии то есть вот последний Вельф старшего дома Вельф третий а младший дом Вельф четвертый это его племянник сын его сестры а по отцу Вельф четвертый принадлежал к итальянскому дому СТ но тем не менее земли дяди унаследовал в Германии на пике могущества вот это младшее Вельф правило и в Баварии и в Саксонии потом лишилось многих владений на юге но на севере благодаря браку о котором мы еще будем говорить унаследовал много земель в частности Брауншвейг и оттуда из этого рода Вельфов происходит например император России Иоанн VI его отцом был Антон Брауншвейгский ветвь Вельфов которое правило в Ганновеле унаследовало трон Соединенного Королевства и правило там до 1901 года пресекся род со смертью королевы Виктории Еще один видный род из Шваби это Церинген они вместе со Штауфенами правили в Шваби претендовали на герцогство но герцогство отдали Штауфенам а Церингены получили утешительный приз в 1997 был сделан беспрецедентный шаг Церинген был сделан герцогством то есть это впервые герцогство было создано для какого-то одного рода то есть стало не племенным а родовым владением их земли располагались на территории нынешней Швейцарии в частности когда я был в Берния то узнал что город был основан герцогом фон Церинген род угас в 1218 году но однако Церингена это потомки лишь второго сына родоначальника Бертольда первого а вот старший сын Бертольда первого получил титул марк графа вероны а затем благодаря женитьбе получил земли Бадена и вот этот дом он правил в Бадене с 1073 по 1918 из него происходил последний канцлер германской империи Макс Баденский а сам род существует и поныне то есть это почти тысяча лет ему значит из Франконии дом Конрадинов Конрад был первым королем восточно-франциского королевства после Королингов в 1911 году потом семейство ну корона там он не передал дальше в роду но семейство Конрадинов правило в Франконе в Швабии потом второй королевский дом еще из Франконе это сельческая династия которая сменит саксонскую мы еще об этом будем говорить третий важный дом из Франконе Бабенберга вообще им приписывают происхождение от Роберта Сильного то есть родоначальника в том числе и Капетингов ну это скорее все легенда Бабенберги в 11 веке правили в Швабии но знамениты они тем что это первый герцогский дом Австрии род угас в 1246 году Австрии через некоторое время в 1276 году им на смену пришли Габсбурги которые в общем-то с тех пор там и правили ну а тогда это все-таки был не такой знатный дом это как бы был дом второго эшелона так Бавария там трон занимали то Бабенберги то Вельфы пока в 1180 году там не закрепилась местная династия Виттельсбахи конечно мы сейчас их очень хорошо знаем как многовековых герцогов Баварии но тогда это тоже был дом второго эшелона однако кроме Баварии они также закрепились в Рейнской области так называемый граф палатин Рейна ну баварская версия угасла в 1777 году а вот Рейнская сохранилась и она объединила все земли и правила в Баварии до 1018 года а сам дом Виттельсбахов существует и в настоящее время в Саксонии самым видным родом была Саксонская династия мы о ней уже говорили вторым домом были Лунги со временем Генриха Птицелова они владели маркой названной по их родовому имени а вот Атон Первый дал им еще и Саксонию в управление в 1106 году род Белунгов по мужской линии указ и вот осталось две дочери на одной из них женился Вельф и оттуда у Вельфов земли в северной Германии вторая дочь вышла замуж за графа из рода Асканиев вот Аскания тоже саксонская династия она значительно усилилась после этого брака сын от этого брака Альбрехт Медведь стал первым марграфом Бранденбурга до того Бранденбург управлялся кстати говоря славянскими землями это все-таки славянские земли изначально потом Альбрехт был одно время герцогом Саксонии но полноценно в герцогстве закрепился только его сын Бернхарт и из рода Асканиев кстати говоря происходит российская императрица Екатерина Вторая в 1422 году линия Асканиев которые были курфюстами Саксонии пресеклась и их сменил дом Веттинах которые с 11 века были марграфами Майсена а с тех пор Майсены Веттины прошу прощения управляли Верхней Саксонии из их младшей ветви Саксон Кобурк Готта происходил муж королевы Виктории Альберта и соответственно к этому дому относится нынешняя королева Елизавета Вторая а династия вот эта Саксон Кобурк Готта в настоящее время также правит в Бельгии в 1320 году пресеклась линия Аскания которые были марграфами Бранденбурга и почти век этим марграфством управляли Виттельсбахи и Люксембурге пока в 1415 году последние не уступили его не очень знатному на то время швабскому роду Гоган Соллернов которые впоследствии станут королями Пруссии и императорами Германии ну и еще пожалуй стоит сказать об одном немецком доме это Нассау он происходит из долины Рейна известен с 12 века младшая ветвь Нассау в свое время породнилась с принцами Оранжа а это небольшой принципат в Провансе ну а потомкам вот этого брака ну не сразу а спустя много поколений стал Вильгель Оранжский знаменитый штатгальтер Голландии и из этой династии происходят короли Мидерландов происходили великие герцоги Люксембурга ну правда сейчас это бурбоны потому что по женской линии это потомки Вильгельма Аранского ну и в завершение пару слов об итальянских ротах во первых тосканская марка там правил внебрачный сын Гуго Арнского Гумберт потом его дочь Вилла вышла замуж за графа Конос Бонифация по происхождению который был Лангобардом и вот Бонифацию наследовали его сын Фридрих дочь Матильда знаменитая марк-графиня Тосканская а по матери их матери была Берта Лотаринская и там было сильное влияние также Лотаринс Матильда умерла не оставив потомства и вот это огромное марк-графство Тосканское распалось на множество независимых городских округов Флоренция Лука Сиена Мантуя Парма и так далее то есть вот от этого раздробленность в средневековой Италии ну и те фамилии итальянские которые у нас на слуху Сфорца Медичи Борджия они появились гораздо позже на исторической сцене а из средневековых родов следует выделить пожалуй Колонна и Арсини Колонна это боковая ветвь графов Тускулума то есть потомков Терфилакта из этого дома вышло немало пап существует он и поныне ему более 900 лет их заклятые враги Арсини себе приписывают родство происхождения от римских императоров ну это скорее всего легенда а реально дом известен с 12 века и там тоже в их роду несколько пап ну это пожалуй все ключевые фамилии которые появились в конце раннего и начале высокого средневековья в этой части Европы в дальнейшем мы будем регулярно встречать эти дома вот когда будем смотреть на исторические события Франции в Германии в Нидерландах ну а в следующий раз предлагаю поговорить о правлении первых капитингов капитингов во Франции в 11 и возможно начале 12 века благодарю вас за внимание и до свидания и до свидания